Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня у нас будет мега-рандом Бэйблэйд битва! У нас добавились новые участники в коробку для Бэйблэйд рандома, и сейчас мы им посражаемся. Сражаемся по старым принципам. Выбираем первых двух волчков, кто из них останавливается, взрывается или вылетает, проигрывает просто до одного очка, не будем считать по два-три боя. Вот. И так далее. Поехали. Сразу сходу. Воу! Воу! Голден Зет Ахиллес против рыженького рактоборчика. Круто! Это будет очень интересный и необычный бой. Короче, этот еле держится, а этот постоянно соскакивает. Запущу-ка я Ахиллес первым. Так, коробку подвину. Погнали! О! А-а-а! Что это было? А-а-а! Спасите, помогите, ребята! Что-то я сделал не так в этой жизни. Короче, взорвался и рактобор, и как-то Ахиллес разлетелся. Я не знаю, как это защитить, поэтому просто пока это отложу. Ну что ж, классный первый бой для разогрева. Не буду искать детали, пофиг. Давайте еще двух, двух волчков возьмем еще. Так. Ноборос и Даркдон Сайзер. Круто! Круто был первый бой. Понравился первый бой? Пишите в комментариях, ребята, об этом. Ставьте лайки и видосику. Это было не специально. Отвечаю не специально. Поехали! Я в шоке. Миноборос победил. Представляете, Миноборос одолел Даркдон Сайзера. Но справится ли он с легендарным Сприганом? Как вы думаете, ребята? Итак, поехали! Легендарный Сприган занял центр арены, а Миноборос смешится по углам, как бешеная свинья. Что же будет? Что же будет? Ой, первый удар! Первый удар Минобороса! Не может быть! Не может быть! Миноборос побеждает легендарного Спригана? Да вы что? Миноборос так. О, почти, почти. Еще бы секунда, и все. Так. Два противника повержены. Теперь такой странный Холи Хорусут или Гиперхорусут или просто Хорусут. Так. Поехали. Ааа. Ребят, он улетел. Он улетел. Да я, видите, вот банально. Вот, да, я соскочил. Кстати, он... Не помню, я не помню, я не помню, я не помню, Холи Хорусут. Не помню. Ладно, не важно. Дальше. Ну вот такой рактаводчик. То есть, сами видите, Бэи взрываются просто при соскоке с запускалки. Так. Бэи бегают по углам. Я не знаю, где он. Кто бы знал. Взрывной финиш. Миноборос выиграл уже три боя подряд. Вы представляете, насколько это классный Бэйблэйд оказывается? Ооо, но справится ли он с Твин Немезисом? Я думаю, вряд ли. Итак, поехали. Да, тут на самом деле, когда реально достойный соперник, просто легендарный Сприган от СБ и Даргум Сайзер от Тиди, они так себе соперники, как бы, изначально. Рактаводчик тоже разлетелся, это понятно. А здесь уже достойный соперник в Едетвине Немезисе. И не важно, какой он компанией. Да, у Минобороса не было шансов. Дальше. Ооо, Край Сатан. Давно мы не видели его, да, в битвах, ребятки? Это очень классно, что он есть у нас. Поехали. Что-то я слабенько дернул, Край Сатанчик. Опять мой косяк. Ну, хотя я слабо дернул, а он держится нормально. Но это мой косяк. Я не буду переигрывать, но просто знайте, что я слишком слабо его дернул. Да. Жалко. Ооо, Скрюд Райден против Твина Немезиса. Скрюд Райден из основного моего каста. Поехали. Твин Немезис сразу пошел в атаку. Удары за ударами у Скрюд Райдента, мне кажется, нет шансов. Просто посмотрите, как он атакует мощно. Вы гляньте. Просто забил, да. Просто забил, уничтожил Твин Немезис Трайдента. Ничего себе. А давайте-ка еще раз. А, нет, все, почему еще раз? Все, я же проиграл. Ооо, Император Форнеус против Твин Немезиса. Итак, и так. Ну, на самом деле, блин, не хочется играть Немезисом, ну, хотя ладно. Ой, кем Шарфайером. Ну, потому что, потому что он будет чемпионом. Мощный, мощный удар. Я вот думаю, может Немезис взять в основной каст? Без комментариев, друзья. Без комментариев. Вы этого не видели. Дальше. Идем мы сразу дальше. Кто там? Кто там? Ооо, Финнинг Валкери. Сможет ли она взорвать Твин Немезис или нет? Поехали. Слушайте, а мне начинает нравиться Твин Немезис. Пожалуй-ка, включу я в основной каст его лучше, чем Скрит Роббентон. Че, сегодня достойных соперников Немезиса не будет? Да. Рискорбна. Ооо, легендарный Сприган на режиме защита. Сможет ли он перекрутить? Твин Немезис. Итак, поехали. А-а-а, улетел, улетел Сприган, Рэквием улетел с арены. Быстрый перезапуск. Вы ничего не видели. Вы просто знаете, хочется сильно запустить, чтобы бой был клевый, а получается, что они просто вылетают. Поехали. Ну или ломаются. Че вы бегаете по кругу? Нападайте, камон, давай, 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 мочи его, мочи его. Они просто придираются, они так, знаете, показывают, типа, я твой, я мой. Они такие, типа, мы как бы крутые, но мы пока не хотим в бой вступать, в конфронтацию. Я понял, у них план перекрутить друг друга. Смотрите-ка, пару ударов от Немезиса и все. У Сприган нет шансов, вообще ни одного. Обалдеть. Ну что, это будет индивидуальный матч, индивидуальный тест Немезиса, но вот такая, Джинниус. Я думаю, Джинниуса вообще шансов нет против Немезиса. Поехали. Хотя, кто знает, кто знает, Минобор из себя сегодня отлично купил. Ааа, удар, удар. Ничего себе Джинниус дает. Неожиданно. Да, здесь надо какого-нибудь Фафнира где-нибудь достать из коротки, но это бог рандома, поэтому... Смотрите-ка, Немезис выиграл. Опа, Лос Лангину сейчас будет драться. Сможет ли он атаковать Немезиса так сильно, чтобы Немезис взорвался или нет? Посмотрим. Погнали. Походу, не сможет. Дальше. Зелен, Зельтра, Галакси Зельтра, прошу прощения. Или Галакси Зевс. Поехали. Ой. Жесткий старт. Бои дерутся, как гладиаторы на арене в Древнем Риме. В Риме же, да, дрались гладиаторы? А я как Цезарь. Типа... Ееееее! Мочи его, Немезис! Мочи! Ой, а что это было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то я пропустил. Давайте-ка задумался. Давайте еще раз, что-то непонятное, да, произошло. Там, казалось, Немезис выигрывает, но в конце вроде как дождь крутился с Галакси. Погнали. А убирать Немезис из боя я не хочу, потому что это будет нечестно. Итак, в Древнем Риме гладиаторы, а я Цезарь, держу палец вот так и говорю, ты, Немезис, уничтожь соперника, уничтожь его! И просто Немезис добивает в углу Зейтрона. Да, добил. Красавчик. Ну что ж, последний бой, последний бой, сегодняшнего видео. О, Год Валкери. Есть ли шансы у нее против Твена Немезиса? Я думаю, что ни одного шанса нету. Но кто знает, кто знает, играем до двух очков. Поехали. Опять та же самая история, Немезис не спешит занимать центр, он бегает по арене. Немезис классный, бей, бесспорный вообще. Валькирия. так. Конечно, конечно, проиграла Валькирия, но ничего страшного. Это был только первый раунд. она уже, видите, Валькирия уже убегает от Немезиса. Но ничего, Немезис сможет догнать ее. Итак, я как Цезарь, Немезис, уничтожь, Валькирию. Молодец. Ну что ж, бесспорным чемпионом этого ролика является Твин Немезис. Хотя, нет, давайте-ка переиграем бой с императором Фарнелусом. Что-то мне не понравилось, что он взорвался, это как-то было вообще не круто. Давайте-ка еще раз. Запустим сейчас как можно сильно, как можно сильно. Поехали. Бешеные силы. Я просто с такой силой сейчас их запустил, вы не представляете себе. Ого, вы видите, какие удары наносит Немезис к Шаркфайру? Да, видимо, первый взрывной финиш был, конечно, какой-то ошибкой. Да, все. Видимо, давайте еще раз 2-0 добьем, чтобы Шаркфайр все-таки остался победителем, потому что, ну, я запускаю его вторым, то есть, как бы у Немезиса форов пару секунд есть. Вот, давайте, как бы еще раз потестим. Как говорят у нас в Бейблэйде, и Фафнир иногда взрывается, поэтому Шаркфайр, а Император Форнеллс взорвался, да, не спорю, но это была случайность, это нормально. Видите, удары наносит бешеный Немезида. Я буду называть его Немезида. Все, императрический, то есть, вы сами, да, ребята, все видели, что Твин Немезис действительно достойно раскатал всю эту кучу Бейблэйдов, даже одолел скрюд Райдента, но против Имперора Форнеллса у него нету шансов. А с вами был неугомонный Бейдер, подписывайтесь на канал, ставь лайк, пока-пока, до новых встреч!